Вспомните какой-нибудь свой самый удачный по ощущениям собственный концерт, я не имею ввиду количество сборов там или критиков, а вот по поощрению, и наоборот самый вот просадку такой, самый-самый неудачный. Можете вспомнить сейчас есть у вас такие? Ну вот конечно, очень странными были негромкие концерты для нас, они же были у нас уже в ноябре и поэтому я с таким предвкушением жду по 27-го, потому что это очень странное ощущение на сцене, когда ты до конца, когда ты до конца потом не можешь вспомнить, то есть это какой-то такой, это такое какое-то состояние такого легкого тумана, но я месяц не могла смотреть видео с этого концерта. Да? Да, я не знаю по какой причине, то есть мне так было волнительно, потому что это было экзаменом абсолютно для каждого человека стоящего на сцене. Дело в том, что я сейчас с ребятами выступаю, даже язык не поворачивается сказать, работаю, хотя мы работаем. Музыканты мои, вот, ребята очень опытные, ребята очень музыкальные, все очень разные, поэтому, поэтому музыка у нас дышит и поэтому мы сейчас играемся с нашими песнями, конечно, забавляемся. Вот, и они в чем-то даже может быть по-борзее, по-хорошему, меня, потому что я могу где-то, ну я все-таки девочка, я так волнуюсь, ага, дверь с ноги, пошли. Вот, то есть перед этими концертами волновались, по-настоящему волновались до мокрых ладошек абсолютно все. Вот, и мы сняли киношку про этот негромкий концерт, и там есть кадр, от которого у меня начинает биться сердце, вот за секунду до того, как я вышла на сцену, у меня там вот такие глаза, это оцепенение, это реально как перед шагом в бездну. Вот, и это ни с чем не сравнится. Вот это по, по, ну, по эйфории, да, вот ни с чем не сравнится, по-честному. А по эпик фейл, слушайте, ну у меня, часто у меня вообще лажи случаются, я очень часто себе разбиваю губу у микрофона. Да, я читала об этом. Вот, я один раз очень смешно грохнулась на сцене, один раз я просто, ладошки потеют, у меня вывалился микрофон в толпу. Но, так как я, в принципе, не боюсь над собой поржать, это абсолютно нормально. Это я заметил, да. То есть я, я потом не переживаю, ну вот грохнуться на сцене было, ну, как-то, это все больно, поэтому так обидно, это как на улице. Ну что ж, я желаю, чтобы вы не грохались на сцене, чтобы вы всегда были в лучшей форме. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.